приветствую вас уважаемые любители рыбалки и рыболовной ловли в сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про такую снасть как летняя мормышка вот первое что у нас стоит это непосредственно само удилище тот который у меня здесь представлен это восьмиметровая китаец брал давным-давно лет 10 назад 8 балла рублей за 400 сейчас думаю но немногим дороже мошел лишь существует уделище не оснащенную то есть кольца на нем отсутствует вот они нас собственно для такого рода ловли они нам и не нужны вот есть у меня в арсенале четырехметровые пяти шестиметровые вот это восьмиметровая сама длинная вот с этой палочкой я хожу по озерам и по большим прудам там где рыба довольно таки далеко стоит от берега нужны необходимо дальняя подача приманки вот есть четырехметровые четырехметровые как правило уже ловлю с лодки с лодки или на маленьких речках далее 2 еще состоит это непосредственно само мотовило вот такое мотовило все самодельные существует много разных различных видов так далее там подобное я делаю из пенопласта изготавливаю пенопласт если вам удастся найти то лучше брать плотный вот есть у меня вот я недавно делал из утеплителя они людники очень здорово обрабатываются но непрочные так есть вот допустим три вида да у меня три ну тут на самом деле гораздо больше вот эти три вида все они подписаны с леской леска 012 014 018 в зависимости от того того что вы собираетесь ловить вот леску как правило наматываются не более пяти можно метров 8 намотать на таком это его больше не требуется даже с учетом обрывов и так далее там подобную средняя глубина по водоему местах ловли редко редко превышает когда более двух метров возле берега есть конечно крутояры то на реках на окей встречал как правило 5 метров вполне достаточно будет даже условиям течения вот подписаны удобно следующее на что следует обратить внимание это непосредственно сам кивок кивок я изготавливаю из подручных материалов также этот был изготовлен из хомута если не ошибаюсь как они продаются магазинах здесь обрезана у меня не обрезал если вам удастся на тем более эластичный подручный материал там тоже сама пружина и так далее там подобная часовая то это будет гораздо очень ожидают вот вот это да вот у меня сборе уже собраны но это уже под блесной под ловли ротана то есть такой я уже ставлю для ловли непосредственно то есть приехал закинул на удилище и поехал близенько здесь вот такие еще на кивок ставится кембрики кембрики то же самое обычно изоляционная для крепежа на удилище вот как переходничку ставлю такие более толстые массивные обрезки здесь уже ставится у меня в большой диаметр вставляться маленький диаметр кембрики тоже пропускается через них леска на краюшек кивка ставлю бусинку или крашу окрашиваю есть покупные конечно но они коротенькие вот зимний есть еще такой образца тоже покупной но ношу с собой запасники на всякий случай больше я их не использую в принципе как запаска а так в основном самодельная далее на что ловим ловим у нас если идет ловлю белой рыбы то же самое приманки принципе что и в зимний период времени вот мормушечки вольфа рамова набор один это то что по что касательно уже небольших глубин вот маленькие мормушки у меня эти вот эти и норотана самодельно для бычка ну и блесна соответственно на данную снасть ловится как белая рыба так и хищник то есть ловил и окуня ловил и ловил плотву вот попадался карась карась как ни странно на самодельные мормушки я делал сам отливал сам паял здорово здорово белого у меня такого плана к сожалению нет по моему мормушки капельки серебряная на них очень здорово попадался карась с лодки ловил и в кустах кустах нарезки очень и очень здорово понравится далее при установке данного мотовила грубо говоря вот отверстие есть продольная она мы видны мы устанавливаться на сверху заходит разматывается леска и несколько раз вокруг кончика оборачиваете это для чего необходимо для того чтобы у вас при поклевке или при зацепе не слетела сама основного тот кобылка тоже бывает когда напрямую делаешь при подсечке там более-менее крупная рыба или при зацепе она бывает отлетает то есть вся снасть практически теряется приходится применять дополнительные затраты по времени и по усилиям вот несколько раз делаю и у вас будет более жесткая оснастка для посечки для ловли так в принципе все снасть простая очень все что у меня на столе находится все умещается буквально в одну сумку плюс подсадка в подсадку у нас идет мотыль реже опарыш на бочка соответственно червь принципе все снасть там никаких супер пуперовых дымок не надо еще с собой нашу тут запасную поплавочку то есть можно надеть его для разнообразия устали там поставили ходили размотали удилище достали чай кофе с термоса покажись посидели попили покушали перекусили посозерцали на блок вот ну соответственно бывает то что рыба подходит уклейки плотва прям под самым берегом попадаются вот на такую снасть беру как с собой разнообразие нашу так в принципе все все что я хотел рассказать данном выпуске все ребят всем удачи удачных рыбалок хвоста не чешуи увидимся